Дорогие друзья, представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 27 лет, рост 177 сантиметров, вес 70,6 килограмма. Его стиль вольный, профессиональный рекорд, а одна победа. Представляющий клуб Астрахань Топ Тим из Астрахани Шамиль Газиев. Его соперник в красном углу, ему 23 года, рост 183 сантиметра, при весе 70,7 килограмма. Его стиль вольный, профессиональный рекорд, две победы при одном поражении. Представляющий клуб Беркут из Чеченской Республики Адам Алиев. Рефери Владимир Кощеев. Бойцы, в середину, бой ведем честно, соблюдаем правила. Сетку не хватает, слушаемые команды. Покажите зрелище. Ну вот первый соперник нашего бойца, который по рекорду уступает, скажем так. Меньше проведенных профессиональных поединков у Шамиля Газиева лишь один. В то время как Адам Алиев выходил на профессиональную арену уже трижды. В них одержал победу, а в одном потерпел поражение. Но в возрасте вот это преимущество на стороне Газиева. На четыре года он, кажется, у нашего спортсмена 23 года. Адам Алиев. Хотелось бы отметить такой факт. Как уже объявили, Шамиль Газиев является представителем клуба Астрахань ТОПТЕМП. Тренером в данном клубе является известный боец, выступающий в UFC, Гасам Малатов. Который является тренером именно по рукопашному бою, по ведению боя в стойке. И стоит ожидать, что Шамиль Газиев будет искать для себя удачных моментов в стойке. Ну а какие сильные стороны у Адама Алиева? У Адама Алиева, как это он показал в своих предыдущих боях, у него агрессия и напор он ведет сначала с первой секунды боя. То есть может себя проявить хорошо, тоже стойким. Да, Адам Алиев именно зарекомендовал себя как агрессивный боец. И пытаясь сейчас он взять на болевой. Адам Алиев, находясь снизу, пытается забросить ногу. Вырывает руку Газиев и находится сверху. Да, находится сверху и чуть более выгодная позиция, нежели наш спортсмен. И несмотря на то, что, как я уже сказал, Газиев является представителем клуба Гасам Малатова, который специализируется на работе в стойке. А так как Газиев еще представитель Дагестана, я думаю, что он знаком с борьбой. И будет комфортно чувствовать себя как в стойке, так и в борьбе. Ну, это естественно. Несмотря на то, что легкая весовая категория, достаточно физически мощные бойцы. Видимо, достаточно много гоняет. Да, это говорит о том, что эти бойцы уже более профессиональнее предыдущих. Знакомы с техникой в дымке веса. О, кстати, сейчас на удушающий брал Газиева Алиев. Однако вырвался астраханский боец из этого захвата. И опять-таки отдает шею. Удастся ли до конца провести прием? Была возможность пробить колено. Потом, кстати, призывали к этому зрители в зале Адам Алиева. Однако не воспользовался этой возможностью боец Куба Берков. Сейчас подсечка может получиться. Газиев пытается провести бросок. И оказывается, снова выгодная для себя позиция. Ну, лучше уж, конечно же, находиться вот в этой позиции, нежели пропускать соперника за спину для нашего спортсмена. Потому что, если ты отдаешь спину, то уже достаточно легко бывает оппонента и болевой провести, и удышающий. Ну, и вообще более комфортно ему работать. Потому что ты уже своего оппонента не видишь практически. Контролирует ситуацию. Шамиль Газиев. Шамиль Газиев, да, и пока что небольшое преимущество на стороне именно астраханского файтера. Бьет и в корпус. Удар наносит в корпус с целью сбить дыхание Алиева Газиев. И здесь, собственно, такая традиционная классическая комбинация. Корпус-голова, корпус-голова. И Атам Алиев пытается защищаться, вязать соперника. И пока никаких серьезных ударов Атам не пропустил. Но при этом очки защитываются именно Газиева, так как он находится в доминирующей позиции. Вот, наверное, первый боец, который оказал самое серьезное сопротивление. Бойцом Беркута оказывает Шамиль Газиев. Первый раунд, естественно, остается именно за ним. Ну, молодые правильно заметили, что навыки борьбы присутствуют у Шамиля Газиева. Это, можно сказать, и по его внешнему виду, да? Да, у него физиология борца, как это принято. Как иногда говорят борцы в шутку, представитель братства ушей. Да, мы видим, что ухо Газиева имеет оттенки того, что он когда-то занимался борьбой. Ну, кстати, после этого поединка будет у него время заскочить в соседний зал, где как раз сейчас проходят финалы по вольной бомбе. Им придется заявиться на данный турнир, и, возможно, там тоже он может выступить. Ну, выступить, наверное, уже опоздал, но посмотреть вот за финальными поединками время у него будет. Тем более, что турнир очень представительный. Раунд 2. Второй раунд. Понимает, что в борьбе преимущество, конечно же, на стороне соперника Алиев, и пытается вот именно в стойке навязать свою манеру боя. Однако отдает ногу, вернее, ее захватывает Газиев и пытается опять-таки провести бросок. Первые попытки были неуспешны, но все-таки удалось Газиеву перевести фартер. Все-таки, да, удалось Газиеву очередной тейкдаун. И, конечно же, это дополнительные очки в его копилку. И второй раунд проходит по сценарию первого раунда. Шамиль Газиев занимает позицию сверху и аккуратно пытается работать сверху. Адам пытается провести удушающий прием, однако вырывается из всех захватов. И занимает более удобную для себя позицию Газиеву. Позиция сбоку. Тяжелый, очень вязкий поединок для обоих бойцов. И достаточно непросто будет восстановиться. Вот мы видим, что Адам Алиев поймал руку и пытается провести болевой на руку. Но пока Шамиль Газиев успешно сопротивляется. Не такой уж... Подобно я не сказал, что достаточно серьезный захват удался Алиеву. И вот сейчас все-таки он вытянет руку. Но нет, не получилось. Вот сейчас Адам Алиев. Теперь находится в позиции маунда, гарда. Бьет по голове. Достаточно размашистые удары. Прижимается, прижимается к сопернику Газиеву. Оттягивает. Оттягивает. Оттягивает голову одной рукой. Наносит добивание. Находится в хорошей позиции. Дает спину на Шамиль Газиеву. Вот сейчас была возможность попытаться провести удушающий. Кстати, он за эту возможность сцепляется Газиев. Вот-вот-вот замок вышел Газиев из этой ситуации. Газиев удалось выйти из опасного для себя положения. И он снова находится сверху. Активнее призывает действовать рефери бойцов. Ох, какой хороший стрелечный удар. Не таким акцентированным, наверное, как хотелось бы он получился. Еще частично задев голову Газиева. Оттягиваться стоит. Действительно, Алиеву. Ну и сил уже не так много. Потому что, как известно, именно в борьбе, в партере. Да, видно из кажущей картинки, что несмотря на то, что Газиева находится сверху, сил у него для добивания уже не так и много. И снова Адам Алиеву передает на голову. Вот так, как расширает, как будто бы на болевой. И выходит он его. Разворачивается Газиев. Получится ли вывернуть до конца. Опять-то это все. Адам Алиев снова высочирает спину. Да, забирает спину. И здесь грамотно закрывает шею. И вяжет соперника Газиев. Попытка провести рычаг на локоть. И всегда музыка тайкдауна удачная у Газиева. Ну вот здесь уже в этом раунде тяжело будет судим кому-то отдать предпочтение. Да, если в первом раунде инициативу вводил Шамиль Газиев, то во втором раунде инициативу переходил от бойца к бойцу. Поэтому здесь тяжело. Если по сумме боя может быть пока что еще преимущество на стороне Газиева. Но вот. Да, все будет зависеть от третьего раунда. Да, третий раунд здесь действительно решающий. И посмотрим, кому все-таки удастся навязать свою борьбу, свой план на бой. Шамиль Газиев отдал много сил в эти два раунда. Не так тяжело дышит, кстати, наш спортсмен. Да, Адам Алиев выглядит более свежим, чем его соперник. Может быть, это и есть результат той работы, которую они проводили по функциональной тренировке, о которой я уже упоминал сегодня. И секундирует Адама Алиева боец Беркута Магомед Геназов, которому сегодня также предстоит бой. Второй бой вечера по значимости, в котором он будет пытаться взять реванш за прошлый проигрыш. Хороший удар. Несколько хороших ударов нанес Адам Алиев. Видно, что пробил, но понимаешь, что продолжать стойки опасно. Геназов Газиев переводит бой в партера 5. Большой активности не показывает Шамиль Газиев. И судья может данной позиции поднять им в стойку. Если не будет никаких активных действий со стороны Газиева. Ну, здесь уже вообще достаточно пассивно действует как один, как и друг. Но вот в этой ситуации Газиев пытался, опять-таки, удушающе провести. И, однако, сумел от него уйти Газиев. И опять болевой пытается соорудить Адам Алиев. Он пытается провести бросок, но сил-то не так уж и много. И это тоже понимает Алиев. Он попытался контратаковать. И опять контроль на стороне за Газиевым, который занял более выгодную позицию. Находится сбоку. Судья поднимает бойцов в стойку, так как не было никаких активных действий. И опять идет, опять везет в борьбу Газиев. Замечание Адам Алиеву, потому что тот наносил удар на ногой, когда соперник находился на трех точках. И вот здесь удастся. Тяжело через руку удушающе проводить. И опять запускает за спину за Газиев Алиев. Ну вот здесь преимущество, наверное, в этом раунде тоже за Газиев. Активизироваться нужно нашему бойцу. Адам Алиеву, если он хочет выиграть, можно провести болевой прием. Выиграть этот бой досрочно. А очкам уже практически не получится действительно. Вот тяжело, тяжело. В такой позиции попробуй возьми на болевой или на удушающий соперник, когда тут грамотно защищается. И сил у тебя остается не так очень много. Опять стойку поднимает бойцов рефери. Теперь вкладываться нужно. Терять нечего, нужно идти вперед. Идти в лобанг. Коленом работать нужно было, но пустил эту возможность Алиев. И снова оказывается... Да, и снова оказывается, что он не будет. Тейкдаун удачный у Газиева получился. Тактический план на этот бой сработал у астраханского спортсмена, подопечного Гасана Малакова. Хоть и не красно, но Шамиль Газиев выигрывает этот бой. Вот мы ожидали, что стойки он тебя ярко проведет. Ну, показал, что... Да. Есть бой провел. Этот бой он планировал провести именно в партере, именно в борьбе. Как говорится, переборол своего соперника. Хотя вот была одна возможность, несколько... не одна единственная, конечно, несколько возможностей было. У нашего соперника, у нашего спортсмена, вот как раз в этой ситуации, когда он хорошо пробил правый лоу-кик, нужно было попытаться, наверное, добить именно уже поврежденную ногу, но вот... Или пытаться... Замешкаться, да. Или пытаться сохранять дистанцию, работать в стойке, так как было заметно, что в борьбе Шамиль Газиева сильнее. Ну, не удалось. Не удалось навязать именно свой бой. Нашему атлету, к сожалению. по окончанию трех упорнейших раундов, единогласным решением судей, победу одержал боец с синего угла Шамиль Газиев. Субтитры создавал DimaTorzok